День добрый, дорогие друзья! В эфире программа «Семейный доктор» телеканала современной гуманитарной академии. Я рад приветствовать вас в студии, Анатолий Алексеев. А я хочу, чтобы вы записали телефон 727 12 49. 727 12 49 – это телефон прямого эфира сюда, в студию. Если у вас возникают какие-то вопросы или проблемы, или вы что-то хотите для себя уточнить, или есть какие-то проблемы со здоровьем, которые как-то надо решить, то давайте попробуем это сделать вместе. Позвоните. 727 12 49. Я должен вам сказать, что сегодня мы с вами продолжим разговор о том, как же построить базовую программу для восстановления здоровья, имея в виду следующее. Дело все в том, что мы уже договорились, что тогда, когда мы говорим о восстановлении или структуре программы, задача которой в том, чтобы вернуть здоровье человеку, мы должны с вами ориентироваться как бы в первую очередь на две системы. На две системы. Это желудочно-кишечный тракт и сосудистая система. Вот нормализация работы желудочно-кишечного тракта и сосудистой системы, сосудистой системы приводит к тому, что наш организм выходит на другой совершенно уровень защиты и собственного обеспечения. Понимаете? Вот теми необходимыми биологическими компонентами, которые так нужны организму для того, чтобы вот это собственное здоровье снова построить, восстановить. Понимаете? Отремонтировать. Причем отремонтировать капитально, а не косметически, как это делают лекарственные препараты. Посему мы с вами уже когда-то договорились о том, что первое, что мы с вами делаем, это вводим себя в эту программу. То есть, меняем характер питания, проводим водно-солевые теплые ванны, пьем воду, потом мы себя чистим, потом немножко после того, как прошло очищение организма, вот после этого мы его как бы поддерживаем, подпитываем. Слегка, как вам сказать, создаем такую твердую материальную, питательную базу для всех систем нашего организма. Именно тогда, вот в эту недельку, которая стоит между экстренным очищением организма и следующей восстановительной программой, связанной со скепидарными ваннами, мы в это время начинаем пользоваться пищевыми добавками и проводим водно-солевые теплые ванны, обязательно. Ну и после этого начинается уже движение сама программа со скепидарными ваннами. Что такое скепидарные ванны, мы с вами достаточно подробно разобрали, поэтому давайте сегодня с вами начнем строить вот эту конкретную программу, связанную с тем, как же нам все-таки построить вот этот цикл из скепидарных ванн, что нужно дополнительно для этого сделать, с тем, чтобы результат, эффект от этих скепидарных ванн был и максимальным, и устойчивым. Мне очень приятно, потому что вот после дневного эфира сегодняшнего позвонила Валентина Громыко из Харькова, у которой были, как вы помните, она звонила сюда в прямой эфир, были проблемы с гипертонией. Слава богу, теперь у нее как бы ситуация настолько изменилась, вот буквально за там полторы недели, что вот Валентина собирается уже с рюкзаком вместе с друзьями идти в горы. Хотя, так сказать, ну гипертония достаточно серьезной, такой серьезного уровня не позволяла ей до этого момента такого рода экскурсии предпринимать. Итак, как же мы с вами строим вот этот цикл скепидарных ванн? Вот это такой вопрос серьезный, и отнеситесь, пожалуйста, к нему очень хорошо. Я предлагаю как бы вам две схемы, две схемы, в зависимости от того, как вы себя, насколько твердо вы себя чувствуете. С точки зрения здоровья, естественно, насколько твердо себя чувствуете. Если вы более или менее основательный, если, так сказать, нарушения, которые у вас возникли в вашем организме, нарушения, связанные со здоровьем, они, ну скажем так, не очень мучат вас, во всяком случае силы для того, чтобы выполнить эту программу, есть, то тогда я вам предлагаю более жесткую программу, чем базовую. Но в основном-то все-таки, по крайней мере на первых порах, я вам советую проводить ванны в цикличности такой, через каждые два дня на третий. Например, вы закончили вот этот подготовительный период весь наш, немножко поддержали ваш организм, подпитали его, значит, можете прямо на следующий день начинать ванны. И вот с этого момента вы начинаете делать эти ванны, всего их надо сделать 24-26 ванн скипидарных, вы начинаете их делать через два дня на третий регулярно до окончания курса программы. А программа у нас с вами рассчитана на 3,5 месяца. То есть, вот этот период с ваннами, он у нас сколько времени займет? 24 ванны на три дня, потому что раз в три дня проводится ванна. Вот смотрите, 72 дня, значит, она у нас с вами будет идти ровно 2,5 месяца. Это программа, восстановительная программа, связанная с скипидарными ваннами. Но, каким образом, значит, это будет происходить? Вот вы провели первую ванну. Технологию проведения скипидарных ванн я уже рассказывал, могу повторить. Сейчас быстро, для того, чтобы вы понимали. Вы наливаете неполную ванну, ну, где-то там, скажем, чуть больше половины ванны, теплой водой, 37 градусов. Там, в ней, в этой теплой воде, вы размешиваете определенное количество эмульсии. А эмульсии у нас, в каком количестве будет использоваться, я скажу. Сегодня, чуть позднее. Размешали эмульсию, уже сами легли в эту ванну. И тут же включили горячую воду. Горячую воду, как бы поднимая температуру той воды, в которой вы лежите. С растворенным в ней определенным количеством эмульсии. И вы поднимаете температуру воды до 39 градусов. Вот первые четыре ванны вы проводите в температурном режиме 37-39 градусов, не более. И тогда, когда подняли температуру, на это уходит где-то около 3-4 минут, подняли температуру воды до 39 градусов, вы остаетесь в этой воде при температуре 39 градусов 16 минут. Вот таким образом проводится ванна. После того, как вы привели ванну, не обмываясь, не споласкиваясь, вы одеваете теплое белье и ложитесь в постель. И в постели проводите ровно три часа. А вот через три часа вы уже можете встать и, так сказать, заниматься своими делами, если вы делаете с утра. Или продолжаете, уже уходите в ночь в сон. Вот теперь смотрите. Единственное, о чем я хотел бы вам сказать, что, конечно, пить можно. Потому что много вопросов на эту тему. Можно пить, пить можно. Это может быть и теплая вода. Хотелось бы только одно, чтобы это питье не было холодным. Не было холодным. То есть мы как бы не снимали температуру, внутреннюю температуру тела. Потому что ведь вот эти 16 минут, которые мы проводим в эмульсии, с кипидарной эмульсией, они нужны для того, чтобы поднять температуру тела. В первую очередь заставить наш организм обратить внимание на то обстоятельство, что мы с вами больны. И заставить его начать помогать нам, заставить его заново ремонтировать наше здоровье. Привести его в норму. Для этого достаточно вот те самые 16 минут. Можно тогда, когда вы уже находитесь в постели, попить липовый цвет. Для того, чтобы еще больше усилить потоотделение. Ну, во-первых, это терморегуляция. Мы таким образом, ну, как бы помогаем нашему организму. Во-вторых, это потоотделение, это шлаковый токсический выброс. Это очищение организма, что тоже для нас чрезвычайно важно. Поэтому вот эти все ситуации мы учитываем. Можно попить чайку горяченького, скажем, с малиновым листом или с малиновым вареньем. Это тоже неплохо. Можно выпить горячей воды с медом, там, с чайной ложечкой меда. Это тоже очень неплохо. Ну, каждый из себя как бы подберет свой собственный напиток, который будет ему хорош. Будет ему помогать. Очень неплохо в это время использовать раствор сиропа из шиповника. Вот холосаз. Потому что в шиповнике очень высокое количество витамина С, а он нам будет только помогать. Итак, вы проводите ванны через два дня на третий. Первые четыре ванны вы проводите с количеством... Вот это запишите, пожалуйста. Это и в первом, и во втором случае. Вы проводите с 20 граммами эмульсии. Напомню вам, что желтая эмульсия нам нужна в той ситуации, когда у нас достаточно такая серьезная форма гипертонии. Да, при гипертонии, при высоком давлении. Белая эмульсия, это для тех, у кого так уж сложилась жизнь. Наоборот, давление стало очень низким. Его надо поднять, дотянуть до нормы. Правда, тогда, когда это привычное давление, то есть, ну, как бы вы с ним живете всегда, у вас от рождения это низкое давление, то надо считать его тогда нормой. И вот при норме, то есть, тогда, когда давление нормально, мы с вами используем смешанную эмульсию. Желтая плюс белая, 10 плюс 10. То есть, первые 4 ванны, мы с вами запомнили, вы проводите только при 20 граммах скипидарной эмульсии, неважно, белой, желтой или смешанной. И обязательно при этом в температурном режиме от 37 градусов до 39 градусов. И таким образом вы строите вашу программу. Через каждые 2-3 дня, 2 дня на 3 вы делаете, проводите скипидарную ванну. Начиная с пятой ванны, начиная с пятой ванны, вы начинаете вот к количеству эмульсии, к 20 граммам, с каждой ванной добавлять 10 грамм. То есть, пятая у нас с вами будет уже 30 грамм, шестая 40, седьмая 50, восьмая 60, девятая 70, десятая 80, 11, 90, 12, 100. Вот дошли до 100, и вот тут остановились. 100 грамм эмульсии на ванну, это как бы вот предельное состояние. В некоторых ситуациях можно использовать там, можно довести количество эмульсии до 110, 120. Ну, мне кажется, что вот в этой ситуации, тогда, когда мы занимаемся с вами восстановлением целостности, сосудистой целостности организма, сосудистой активности организма, то можно этого и не делать. Этого можно не делать. Итак, значит, количество эмульсии первые 4 ванны обязательно придает 20 грамм эмульсии, начиная с пятой, прибавляете по 10 грамм с каждой ванной, доходя до 100 грамм. И дальше уже до окончания цикла скипидарных ванн вы проводите эти ванны с количеством 100 грамм эмульсии на ванну. Не важно, желтое это, белое, или это смешанное. Очень советую тогда, когда у вас, вот скажем, при гипертонии давление стало снижаться, оно как бы вроде как устойчиво стало, устойчиво снижается, вы используете желтую эмульсию, но потом может наступить момент, когда давление как бы опять снова поднимется вверх. Вот для того, чтобы этого не случалось, для особенно активных гипертоников, у которых очень высокие цифры давления, там 220, 240, 260, вот тогда после каждых трёх жёлтых, даже после каждых двух жёлтых, после каждых двух жёлтых, да, вы проводите две смешанных ванны. Алло. Алло. Да, да. Алло, здравствуйте, она, Куреев, я примусь. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню вам из Таляты. Да. Ага. У меня к вам такой вопрос. Объясните мне, пожалуйста, мне что тело? У меня 46 лет, да? У меня ноги отсекают. Вот не знаю, у меня какой проблем. Одного говорят, точка другого, говорят сердце, да? Вот у меня выше колена и пояс. Ниже пояса, выше колена, у меня отёк. И у меня тромбированная, после этой операции у меня желудочная пуза руголянная. Вы простите, пожалуйста, как... Знаете, что у меня теперь делать? Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Фаина. Фаина. Фаина? Фаина. Фаина. Да. Фаина. Расскажите, пожалуйста, а операция была по какому поводу? Желудочный пузырь удаляли. Желудочный пузырь удалили? У меня была... Да. Хронический холецистит, что ли. Понятно. И желудочный пузырь вам удалили. И вот знаете, где... Вот знаете, где у меня колено, да? Внутренний, внутренний час. Вот как-то комочек там висит. Не знаю, отёк, не знаю, говорят, целлюлит. Отчего это, я сама не понимаю. И так больно мне ходить-то. Говорят, целлюлит? Да. А кто это говорит? Не знаю, кому не покажут, так мне говорят. Нет, ну как... Что значит, кому не покажете? Мало ли, что вам одна баба на базаре скажет. Вот именно, не знаю. Да кому вы показывали-то? Ой, кому осталось мне показывать. Извините. Сейчас, на минутку, подождите, пожалуйста. Сейчас я дверь открою. Объясните, пожалуйста. Что объяснить-то? Мне что делать? Фаина, вы понимаете, какая вещь? Вот скажите, пожалуйста, кто вас консультировал? Кто смотрел? Ваш вот этот пузырь под коленом? Кто-нибудь из врачей смотрел? Да. Ну, кто? Хирург, терапевт. Кто? Друзья мои, извините меня, пожалуйста, конечно, но мне, ей-богу, на такого рода вопросы отвечать не хочется. Это такое внутри складывается ощущение, что пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Ну, не хочется ругаться, но все-таки понимать-то, что с тобой происходит, наверное, надо как-то, надо хотя бы пойти к нормальному врачу и, так сказать, попросить его объяснить, что происходит. Мало ли, что там за образование под коленкой может быть. Как вот в такой ситуации можно давать какие-либо советы? Давайте все-таки вернемся к нашей программе. И мы остановились с вами на том, что вот в той ситуации, когда цифры артериального давления достаточно высокие, вот в течение этих первых четырех ванн, пока вы работаете в одном температурном режиме и используете только одно маленькое количество, вы как бы приучаете организм к тому, что вы начинаете достаточно серьезно помогать ему вот с этой гипертензией справляться, с этим артериальным давлением справляться. Вот после того, как вы начнете, уже войдете в полный цикл, то есть в полную программу, тогда, когда начнете прибавлять эмульсию, очень важно, вот здесь температуру не меняйте, оставьте так, как оно есть, 37-39. А вот что касается количества эмульсии, вы изменили, и качество эмульсии нам придется менять. Что имеется в виду под качеством эмульсии? Если при гипертонии у нас с вами желтая основная эмульсия, мы как бы все время стараемся использовать ее, ибо она обладает таким вот мягким, твердым, мягким и устойчивым снижением гипертонического уровня артериального давления, то остается нам сделать только одно, вот этот результат, который мы достигаем с помощью желтой эмульсии, его как бы упрочить, установить, его как бы затвердить на определенных уровнях. И вот тогда-то и можно строить программу таким образом, несмотря на то, что в общий режим не меняется, то есть через два дня на третий мы делаем ванны, но тогда мы их делаем таким образом. Два раза, две ванны мы проводим с вами с желтой эмульсией, и следующие две ванны мы проводим с вами со смешанной эмульсией. Со смешанной. То есть тогда, когда мы с вами захватываем как бы обе части, и низкое давление, и верхнее давление. И вот эта вот ситуация, связанная со смешанной эмульсией, ванны, которые мы проводим со смешанной эмульсией, они становятся как бы таким стабилизатором достигнутого состояния. Если мы с вами снизили давление, там скажем, на 15-20 единиц, уже оно у нас ушло вниз, то вот эти две ванны следующие, да, со смешанной эмульсией, они, вот эти снижения на 20 единиц, они как бы подтвердят, как бы укрепят, да, вот об этом мы с вами должны будем помнить. И тогда уже этот цикл у вас будет строиться немножко иначе. Вы будете прибавлять по 10 грамм с каждой ванны, но две ванны желтые, две ванны со смешанной эмульсией. Две ванны желтые, две ванны со смешанной эмульсией. Две ванны желтые, две ванны со смешанной эмульсией. Вот так вы и пойдете по этой программе. Теперь смотрите, вторая часть, вернее, вторая программа, вторая тактика в составлении вот такой программы проведения скепидарных горячих ванн при проблемах, связанных с сосудистой системой, она более жесткая. Она требует от нас с вами большей устойчивости, большей внимательности к тому, что происходит с нами. Как строится эта программа? Вы проводите три дня подряд, три дня подряд, вы проводите скепидарные ванны, три дня подряд. Вот вы сегодня привели ванну, завтра и послезавтра. Первые четыре ванны, точно так же, как и в первом случае, вы проводите обязательно при одном и том же количестве эмульсии и при тех же температурах проведения ванны. То есть, 37 градусов начальная, 39 градусов конечная температура и по 20 грамм на каждую ванну. Первые четыре ванны, несмотря на то, что между третьей ванной и четвертой будет обязательно перерыв. Вот об этом вы, пожалуйста, помните. Значит, три дня подряд вы проводите ванны. Лучше, конечно, это делать на ночь. Дальше у вас должен быть перерыв от трех до пяти дней. Трей, перерыв от трех до пяти дней. Почему вот такая вилка, вот не жестко три и не жестко пять? Да потому что тогда, когда вы выходите, ведь что такое эти вот три ванны? Это очень серьезная такая стимуляция. То есть, мы с вами стараемся заставить наш организм, нашу иммунную систему, вот найти этот корень, этой болячки, вытащить этот корень и уничтожить его. Вот что самое главное, что должен сделать наш с вами организм в тот момент, когда мы проводим скипидарные ванны. Мало того, вот эти три-пять дней перерыва, о котором я говорю, которые должны быть после первых трех ванн, или следующих там трех ванн, понимаете, вот тут мы с вами должны дать возможность нашему организму, как бы вот тот результат, который он достиг в течение этих, тогда, когда мы проводили первые три ванны, вот его как бы утвердить внутри самого себя, выйти как бы на новую совершенно ступенечку с точки зрения нашего здоровья. Здоровья. Выйти на новую ступенечку и на ней закрепиться. Вот первый день после трех проведенных ванн будет обязательно слабость. Будет состояние, как будто бы вы после тяжелой болезни. Вот такая слабость, такое же состояние, оно может быть и на второй, даже на третий день. Вот почему в это время надо быть очень к себе внимательным, очень внимательным, и дождаться тогда, когда вы там утром встаете, и вам хорошо. Вот в вашем организме как бы становится намного легче, лучше. Вот это ощущение легкости, того, чтобы вот появилась некая уверенность, твердость, вот это знак для того, к тому, чтобы снова переходить к ваннам, и снова три дня подряд, так сказать, проводить скипидарные ванны. Но теперь уже смотрите, в каком режиме. То есть вторая тройка у вас пойдет так. Первая ванна будет проведена при 20 граммах эмульсии, на ванну 20 грамм эмульсии, температуры 37 и 39. А вот вторая и третья, это уже во второй тройке, второй и третий день, вы будете прибавлять по 10 грамм. То есть второй день, это уже будет 30 грамм эмульсии, и третий день будет уже 40 грамм эмульсии. Это вот вторая тройка, второй период, как бы, так сказать, вот нашей с вами работы с соскопидарными ваннами при восстановлении сосудистой системы. 40 грамм. Поменяем мы с вами и температуру. То есть, вот вторая и третья ванны во второй тройке, они будут проводиться при температуре уже 37, не 39, а 37 и 40. 37 градусов, 40 градусов. Вот при этих температурах вы будете проводить и следующий цикл этих ванн практически до конца. То есть, каждые 3-5 дней перерыв, потом 3 дня подряд в ванны, потом снова перерыв 3-5 дней, снова в ванны. И вот так, пока вы не проведете 24-26 скипидарных ванн. Помните, пожалуйста, что вот в этот перерыв, вот эти 3-5 дней перерыва между ваннами, очень важно следить за собой, поддерживать себя. И очень важно в силу того, что эти ванны скипидарные, при этих температурах особенно, они являются достаточно серьезным, очищающим моментом. Вот ванны, которые заставляют организм выбросить из себя все ненужное, надо очень важно, вот нам с вами очень важно за этими токсинами последить, чтобы они не оставались в организме, а уходили. Поэтому режим питья обязательно сохраняется и при проведении первой программы, и при проведении второй программы. Режим питья сохранять обязательно. Более того, я бы обязательно вот один день, хотя бы один день, вот среди этих 3-5, вот этого 3-5 днейного перерыва, один день, скажем, это может быть либо третий, либо пятый день, не с самого начала, а наоборот, к окончанию перерыва, я бы проводил на смеси соков. Вот это очень важный момент. Почему? Потому что смесь цитрусовых соков, о которых мы уже с вами говорили, это смесь апельсинового сока, грейпфрутового сока, лимонного сока, грейпфрут 400, апельсин 400 и лимон 200. И к этой смеси соков надо добавить 1 литр воды, чистой воды. Вот к этой, вот эти, как вам сказать, вот эта смесь будет очень хорошо способствовать восстановлению лимфотока, лимфы нашей. Вот так и называют способ, этот способ так и называют способ очищения лимфы. Очищение лимфы. Вот об этом, это вы, пожалуйста, помните. Теперь, вот эти 3-5 дней перерыва, о котором мы сейчас с вами говорим, нужно использовать и на поддержку организма. И именно в этот промежуток времени очень важно использовать пищевые добавки. Вот иммуномодулирующие, укрепляющие пищевые добавки. Те пищевые добавки, которые будут способствовать крепости нашей иммунной системы. Именно поэтому они и называются иммуномодулирующими. Я их все время, как бы, называю, это полифит М и энерголам плюс. Вот эти пищевые добавки хорошо использовать. Если у вас, там, где вы живете, нет этих пищевых добавок, то, пожалуйста, используйте то, что вы сможете взять, ну, скажем, в том месте, в том районе, или в том городе, или где вы живете. Скажем, вы можете пойти в аптеку, взять тот же самый цегапан, используйте его, только помните, там надо обязательно проверить, нет ли у вас аллергии на эту пищевую добавочку. Или, скажем, вы для себя приготовите вот такую вот смесь, которую все знают очень хорошо. Что это за смесь? Вы берете 100 г изюма, 100 г кураги, 100 г чернослива, 100 г изюма, 100 г кураги, 100 г чернослива. Вы берете 100 г грецких орехов, чищенных, естественно, 100 г грецких чищенных орехов. Вы берете хороший такой лимон целиком, и его надо протереть, прямо с кожурой протереть к этой смеси. И где-то около 100-200 грамм до 200 грамм меда. И вы берете всю эту смесь, все эти сухофрукты вместе с орехами, вместе с лимоном и вместе с медом. Как следует протираете, можно пропустить просто через мясорубку. Скажем, вы пропустили курагу, изюм, чернослив, орехи, пропустили через мясорубку, потом заправили все медом. Понимаете, вот такая смесь, она очень калорийна, она очень питательна, она несет в себе колоссальное количество необходимых нам с вами питательных веществ. Поэтому вот такую смесь, почему ее очень часто используют спортсмены высших достижений. Потому что, ну как бы допинг, перед которым сегодня все так преклоняются в химическом, вроде как и нет, а на самом-то деле это очень серьезный энергетический допинг. Вот это вот смешанные сухофрукты с медом и с лимоном. Понимаете, поэтому вот такую вот можно смесь для себя сделать. Или вы используете в качестве пищевой добавки, вы можете использовать просто икру. Вовсе не обязательно черную, не обязательно лососевую, красную дорогую. Можно использовать в конце концов просто карасевую там или сазанью, или щучью икру. И должен вам сказать, что и в том все равно эффект вот такого серьезного подпитывания организма, поддержки организма, наших внутреннего здоровья будет обязательно. Потому что любая икра несет в себя практически весь биологический комплекс, необходимый и для зарождения, и для развития жизни. Вот об этом мы как бы должны с вами помнить. И последнее, вот перед тем, как сегодня закончить мне передачу, помните, пожалуйста, один раз в день, один раз точнее, вот во время этого перерыва трех-пятидневного, один раз обязательно провести очищение сорбентами, обязательно. То есть это на ночь полуторная доза любого сорбента. Но самый популярный, но самый простой и самый наиболее такой эффективный из того, что можно сегодня купить в аптеках, везде можно купить. Это энтеросгель. Энтеросгель полуторную дозу. Там получается где-то полторы столовых ложки энтеросгеля на стакан теплой воды. Вы размешиваете, выпиваете и запиваете стаканом чистой воды. Вот таким вот образом можно строить программы. Как их проводить, наверное, мы поговорим с вами в следующий раз. А на сегодня наш эфир заканчивается. Я напомню, что телефон прямого эфира 727 1249. А так, как всегда, здоровья желает вам современная гуманитарная академия, передача «Семейный доктор» и я, Анатолий Алексеев.